Доброе утро, друзья! 11.05 в Москве. Рунет сегодня, 7 октября 2013 года. Мы рассказываем о главных событиях онлайна с точки зрения экспертной, если можно так выразиться. То есть в попытке, ну и, надеюсь, что в реализации оной, разобраться с сутью событий, а не только констатировать, что они состоялись. Мы звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финам.фм. Отобрали для вас традиционно шесть важнейших событий Рунета и глобальной сети. Три из них, показавшиеся наиболее интересными, мы обсудим подробно. Еще три в экспресс-режиме, так, чтобы также их не обойти вниманием. Меня зовут Максим Спиридонов, а эксперты выпуска. Наталья Одегова, основатель онлайн-тренинг-центра OneDayOneStep.ru. Приветствую, Наталья. Да, здравствуйте. И Андрей Смурыгов, гендиректор компании InGate Development. Всем привет. Да, приветствую, Андрей. Коллеги, для вас и наших слушателей традиционный анонс трех главных новостей, которые мы сегодня будем обсуждать основательно. Вот он. Цель из Google Play Music стал доступен в России. Поговорим о том, какие последствия это может иметь для музыкального рынка Рунета в целом. Ну и для будущего музыкальной индустрии в России как следствие. Вторая новость. Яндекс представил технологическую платформу Atom, которая позволяет изменять внешний вид сайта под каждого конкретного посетителя. Обсудим то, насколько революционна технология, то, как она повлияет на развитие сети. Ну и в третьем новостном сюжете поговорим о том, об очередном витке конфликта между создателем соцсети ВКонтакте, Павлом Дуровым и крупнейшими акционерами сервиса. Построим версии того, как может развиваться ситуация вокруг крупнейшей соцсети Рунета. Это был анонс главных событий, ну а сейчас традиционно экспресс-обсуждение. Рунет сегодня на Финам-ФМ. И первая новость, о которой поговорим быстро, но основательно, соцсеть Одноклассники занялась также легализацией своего видеоконтента. По сообщению газеты Известия, на данный момент уже достигнуты договоренности с компаниями Yellow, Black & White и ВКТРК. Для защиты от новь загружаемого пиратского контента в соцсети уже запущена система, распознающая видео. Надо сказать, что процессы легализации видеосети последние месяцы очень сильно продвинулись вперед. Как смотрите на происходящее, Наталья? Ну, конечно, от этого никуда не деться, потому что я недавно разговаривала со своей знакомой, которая ездила в Кембридж, и им дали задание просмотреть какое-то видео. И она на следующее утро в кругу друзей, слава богу, сказала, что я скачала и посмотрела. Сказали, тихо, ни в коем случае никому об этом не говори, здесь это нельзя и уколовно наказуемо. И мы к этому всяко-разно придем, тут просто нет вопросов. На что я хотела бы здесь обратить внимание, на то, что запущенная система, распознающая видео. Если раньше, вот ВКонтакте говорили, если вы нам дадите ссылку на видео, то тогда мы его закроем. Здесь появляется система, которая видео распознает и в автоматическом режиме будет с ним справляться. Вот это, ну, такой шаг вперед, я бы сказала. Значит ли это, Андрей, что пиратство в его сегодняшнем виде, оно уходит в прошлое? — Коллеги, вы знаете, я уже достаточно давно занимаюсь технологиями в сфере IT. И, наверное, при любом известии в отношении каких-то вновь вводимых историй, технологий, способов распознавания, в частности, приемов, у меня, знаете, какая-то такая, всегда есть вопросы или сомнения в отношении точности и корректности работы этой технологии. Я прекрасно понимаю, сколько времени должно пройти до ее отладки, поэтому здесь большущий вопрос, если действительно такая панацея, насколько она эффективна будет помогать бороться. — Ну, так скажем, здесь основное все-таки волевое решение с точки зрения законодательства такового, которое спустилось нам с небес Госдумы. — Да, я думаю, ты прав. Конечно, дело в причинах. Это и законодательство, с одной стороны. — А дальше технологии догонят. — С другой стороны, мне кажется, еще в качестве причин может быть. Возможно, это планируемый вывод все-таки на международный уровень. Есть такой сервис, если я не ошибаюсь, новую мейлор-группу, они там его достаточно давно готовят, это My.com. И вот эта попытка, по сути, выйти туда, соответственно, понятное дело, что у нас на мировом уровне таких историй быть не может, связанных с каким-то там пиратским нелегальным контентом, тем или иным, в том числе, видеоконтентом. — Возможно, это мотив, но, знаешь, я думаю, что все-таки, привести ради, тут дело не в их выходе на западный рынок, там другой бренд и там другие обстоятельства. Здесь, скорее, действительно, общий дух, который возник в Рунете и действительно движется в сторону ситуации подобной той, которая есть сегодня в Западной Европе или в Америке, когда пиратство присутствует, но оно маргинально и оно, в общем, проценты. Это не тотальное. — Да. — И, 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 ну вот, собственно, и все, и как бы придется платить за контент. — Придется платить за контент. — Вывод для наших слушателей, понимаешь, придется платить в его разных формах, одеваться некуда. — Если говорить о тенденциях, то тут, пожалуй, тенденция в том, что, да, будут и одноклассники в ВКонтакте терять трафик из-за того, что не будет пиратского видео. Этот трафик должны подхватить сервисы, которые будут предоставлять... — И вот здесь последнее, что скажу, да, нужно двигаться дальше, извини, пожалуйста. Последнее, что скажу. Вот подхватив этот трафик, появится возможность, реальная возможность развиться у легальных бизнесов на видео. То, что сегодня, действительно, очень сложно для разных онлайн-кинотеатров, для попыток... — Об этом говорят, но сделать это невозможно, пока есть такое количество бесплатных альтернатив. Идем дальше. Следующая тема, которую возьмем в фото-приложении Инстаграм. О, ужас, появится реклама. Сообщение об этом было опубликовано в официальном блоге компании. Реклама будет вводиться постепенно, в течение ближайших двух месяцев. Надо сказать, что Инстаграм чуть ли не единственный сервис мирового масштаба, на мой взгляд, в котором до этого дня не было включено никаких инструментов монетизации. И вот он тоже переходит на бизнес-рельсы. Еще один островок коммунизма в сети превращается в обычную, желающую заработать капиталистическую гавань, если хотите. Как смотрите на это событие, Андрей? — Я думаю, что это было вполне ожидаемо. Ну, то есть все мы помним истории, так называемые выходы на массовые рынки каких-то, если мы используем массовый рынок как такой отдельный механизм роста. Понятно, что это нам пример показывал и Фейсбук, и Твиттер в свое время и так далее. Сначала набираем критическую аудиторию, даем ей некую ценность, она попадает, начинает буститься, и после этого мы начинаем ее монетизировать. — Это кейс «Мечта стартапера» называется. — Да, да, да. — То есть давайте соберем много людей, а потом найдем, как мне заработать. — А потом придумаем абсолютно точно, как здесь заработать. — Возможно, последний кейс, что прерываете в истории интернета. — Я вот здесь мы с Натальей разговаривали, когда готовились к передаче, пока пришли сюда. — Я привел пример, что мы тут недавно запустили такой сервис у нас по, по сути, каталог, интернет-каталог там всех мастеров в сфере красота, здоровья и так далее. Надеюсь, там не в качестве рекламы у нас будет. Называется он там сервис бегуди.рф. И, в общем, мне было очень интересно, мы собрали достаточно большую базу этих мастеров, и у них, ну, соответственно, они у нас регистрируются, составляют там фотографии и прочее. Мы с ними очень много общаемся, собираем массу обратной связи, мы пока еще в стадии стартапа. И когда мы с ними общаемся, было бы мне очень интересно, какой у них основной способ привлечения клиентов вот был раньше, и, соответственно, с использованием интернета, какие именно виды. То есть я думал, там, социалки, ВКонтакт, группы какие-то и прочее. Ребят, я поразился, и оказывается, что с ростом Инстаграма основной канал у большинства, особенно узкогеографически как-то локализованных мастеров, это Инстаграм. То есть они выкладывают свои фотки и в хэштеге пишут там реснички, макияж, солнечногорск или еще что-то, там есть масса историй. Поэтому если, я знаю, кстати, истории тоже были примеры там про какого-то шведа, который, может, вы слышали, такие браслетики там делал, да, и он там вручную их изготавливал, и у него после нескольких фоток, которые друзья распостили, там что-то аудитория стала тысяч 20, наверное, последователей, чтобы сейчас заказать этот вручную сделанный браслетик, нужно два года ждать минимум. Поэтому я убежден, что Инстаграм, он, в общем, достаточно давно уже является площадкой для именно рекламных целей, для привлечения клиентов. Просто сейчас еще и, наверное, администрация решила как-то с этого получать свой процент. А осталось просто получать с этого деньги ему, да? Да, да, да. Ну, тут вопрос такой, что Инстаграм официально собирается распространять рекламу брендов, а малый бизнес, он будет продолжать это делать вот такими вот подпольными, партизанскими способами. Ну, не подпольными, как бы я сказал, естественно. Возможно, теперь попробуют еще и новую тоже историю. Хотя, возможно, Инстаграм пытается вмешаться в подобного рода коммерциализацию, себя, и как-то на этом тоже подзаработать. Вопрос степени жадности, которая будет включена со стороны отдела продаж. Ну, насколько это интересные условия, конечно, если подходит. Насколько это, насколько механизмы подойдут малому бизнесу? Если не подойдут, малый бизнес будет за это платить, конечно. Едем дальше, Калия, осталось буквально 2 минуты. Американские власти арестовали владельца анонимной торговой интернет-площадки Silk Road, а сам ресурс закрыли. Знаковое событие, в общем, отчасти эта новость привлекается с двумя предыдущими. Легализация видео, появление рекламы в ранее романтично-бесплатном Инстаграме, это закрытие, все это для меня говорит о том, что процессы глобальной сети все больше упорядочиваются и настраиваются согласно тому, как живет офлайн. Вернее, деление на офлайн и онлайн пропадает. Все сливается в единое пространство, которое живет по одним бизнес-правилам и государственным законам. Ваши мне этот счет, Андрей? Ну, во-первых, наверное, слава богу, и хорошо, что это происходит. Потому что, понятное дело, ни у кого из здравомыслящих людей не может вызывать радости. В принципе, ситуация, когда, по-моему, больше года этот ресурс существовал, они там какие-то бешеные обороты, порядка миллиарда. И продавали все, что угодно. Продавали все, типа того, что детская порнография и оружие. И оружие, да. Очень интересная мотивировка была, что мы не продаем ничего такого, что может принести вред третьим лицам. Как будто наркотики не приносят вред никому, кроме того человека, И там якобы чуть ли не пытался сам создатель нанять через свой же сервис наемного киллера. Да, это была такая история. В общем, очень темная история. Что здесь важно, что закрыли площадку из-за того, что владелец допустил ряд критических ошибок. Он разместил свой личный имейл, зарегистрировал на личное лицо. В общем, конец анонимности, конец попыткам зарабатывать на сети нелегальным способом, по крайней мере, в таком открытом виде. Закончим на этом и вернемся через буквально несколько секунд с тем, чтобы продолжить наше обсуждение. Ну и сейчас именно такой момент, когда можно слушать поговорку сегодня в прямом эфире, с чем я вас поздравляю. Кстати говоря, напомню для тех, кто не находит возможности послушать нас в понедельник с 11 до 12, что не все пропало. Возможно, слушать нас в подкасте. Для этого подписывайтесь на ленту подкаста в iTunes по запросу «Рунет.Сегодня». Либо подписывайтесь на нее же или скачивайте подкасты на сайте финнам.фм в разделе программы «Рунет.Сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Это очередной выпуск передачи. Эксперты выпуска Андрей Смурагов, гендиректор компании «Ингейт Девелопмент» и Наталья Одегова, основатель онлайн-тренинг-центра «OneDay.OneStep.ru». Это программа 7 октября 2013 года. Как не раз говорилось в программе, в том числе и в этом выпуске, кстати говоря, одна из главных тем, которая занимает сеть сегодня, это переход «Рунета» от почти тотального пиратства к легализации разных форм цифрового контента. Коллеги, у нас есть повод поговорить об этом, на этот раз о цифровой музыке. Как вы считаете, изменилось ли что-либо в отношении ее распространения в «Рунете» за последние 2-3 года? Кого положение вещей с рынком на сегодня, Наталья? Ну, новость была про то, что Google Play предоставил новое приложение Google. Новость мы еще затронем. Подожди. Положение вещей с рынком, с той точки зрения. Вот есть музыкальный рынок «Рунета» или условно то, что можно называть музыкальным рынком, потому что мы знаем, что на рынке должны быть деньги, а пока что их не очень там. Вот на самом деле про деньги интересно. Когда я читала информацию по этому поводу, оказалось, что вообще оборот музыки в «Рунете» составляет 14 миллиардов. Из них 11,5 — это музыка, заменяющая гудки. Да-да-да, это очень комично. А потом еще полмиллиарда рингтоны. Еще полмиллиарда рингтоны и 500 миллионов, нет, 4, 4 миллиарда — это рингтоны, а полмиллиона всего-навсего — это то, что делит iTunes, то, что делит Яндекс.Музыка, и вот куда сейчас зашел Google Play. 580 где-то миллионов. И это действительно для таких гигантов это очень немного. Но то, что я чувствую по себе как потребитель, действительно стало сложнее просто найти какую-то музыку в бесплатном доступе, и начинаешь задумываться. И уже практически очень у многих людей есть факт покупки музыки для тех или иных целей. Слушайте, просто интересно. Исходя из личного опыта каждого из нас, мы можем сказать, что из нас троих есть некий явный тренд в отношении того, что мы стали с вами музыку покупать и выбирать. Я за себя могу сказать точно да, потому что как только у меня появилась возможность через iTunes покупать какую-то музыку, я стал очень активным пользователем. И здесь вопрос даже не столько, прости, закончу, не ценовой политики, сколько для меня это просто удобнее и проще. Быстрее, чем что-то где-то искать, качать, как-то там залить и сделать. Мне просто правда здорово, и я за это готов платить. Совершенно верно. Когда удобство совпадает с адекватностью цены, тут же возникает, собственно, покупка. Если к этому еще добавить, надеюсь, мотив, который присутствует у многих, желание реально поощрить того автора, которому... Ты сейчас про нашу страну говоришь, да? В том числе, да. Такие люди тоже есть. У меня есть конкретный кейс, я помню, как, ну, не буду говорить, близкий человек мой на пляже с телефоном выбирал альбомы по принципу, ну вот этим я дам денег, а по принципу, а вот этим денег я не дам. И скачал таким образом с iTunes эти самые mp3-файлы. У меня интересная история. Я начала покупать тогда, когда я начала использовать приложение, которое создает видео. Я использую какие-то видеонарезки. А, и нужна была музыка. И нужна была музыка. И ее можно было взять только из iTunes. Меня заставили, но я сделала первую покупку, и дальше пошло-поехало. В общем, еще раз вернусь к вопросу. Положение вещей с рынком. Рынка, по сути дела, пока что, в общем-то, и нет. Так, то есть есть эти полмиллиарда рублей, которые крутятся, но на всех игроков, прикаживающиеся величине цифры для частного лица, это, в общем, слезы, учитывая то, что в игре находятся глобальные корпорации. Apple, Google и так далее. Но перспектива-то, наверное, есть. И об этом подожди, пожалуйста. Сейчас будем разговаривать. Сначала послушаем, собственно, о этой премьере от Google в России. Корпорация Google предоставила российским пользователям доступ к медиаплееру Google Play Music. Облачный сервис позволяет бесплатно хранить до 20 тысяч музыкальных композиций на серверах компании и прослушивать их при помощи компьютера, смартфона или планшета на базе Android. Платная подписка открывает доступ ко всем музыкальным трекам, имеющимся в фонотеке Google Play Music. Единственное, что надо сказать, конечно, сопровождалось-то, как и многие инновации в области контента в Google Play, удивленными, если не сказать, возмущенными комментариями пользователей. Не знаю, читали вы, не читали. Я там видел пару подборок. Ну, они прямо такого содержания, как это и было при старте видеораздела в Google Play, прямо такого. Люди, остановитесь. Что вы делаете? Это же все бесплатно. Это же нельзя здесь брать. Есть же это на торрентах, есть это ВКонтакте. Перестаньте. Ну и дальше там в разной степени неграмотности или грамотности сложно подчиненные матные предложения. А у тебя Android... Сотни комментариев таких. У тебя Android-устройство, да? Да, у меня Android-устройство. А что? У меня есть субъективное, повторюсь, не хочу никого обидеть, есть исключительно субъективное ощущение, что вот эта вот острота восприятия ситуации с платностью или бесплатностью контента, она особенно остра стоит именно на Android-устройствах, как неких изначально по своей концепции устройств, которые позволяли долгое время использовать, загружать именно бесплатный контент. Я знаю, что там даже просто у моего друга тоже есть, я за яблоки, вот, я такой здесь, пока еще это так. После седьмой оси, кстати, не знаю, пока еще так, держусь. Вот я у него даже видел какой-то там, по-моему, торрент или что-то такое стоит, то есть я удивился, говорю, неужели ты прямо с устройства закачиваешь себе? Он говорит, да, прямо на смартфон могу опять смотреть фильмы, все, без всяких вещей. Действительно... И теперь, получается, мы дали детям паровозик, понимаешь, а потом паровозик отобрали, и еще удивляемся, а что дети возмущаются. Ну, конечно, это же, ну, раньше было можно, теперь нельзя, почему? Ну да. Ну, такая еще штука, то, что у Apple как раньше, так и сейчас не было бюджетных устройств. Вот это вот 5C, это как бы условно-бюджетный смартфон, поскольку стоит он солидных денег, и попадает в руки уже, ну, либо обеспеченных, более-менее обеспеченных молодых людей... Либо тех, у кого есть, кому платить за них, кому это дарят, понимаешь? Поэтому публика объективно другая, особенно в России объективно другая публика. Да, я с этим соглашусь, особенно в России. А вот бюджетные смартфоны, андроида, стоящие там 100-200 долларов в руках детей и подростков, действительно, когда золотая рыбка оборачивается чем-то противоположностью себе, вот тут-то возникает возмущение. Мне кажется, что Google решает другую задачу, не заработать сейчас вовсе. Google создает вот вселенную, в которой у человека, у которого есть андроид, есть все, и видео, и музыка, и поиск. И если вернуться к цифрам, говорить про то, что 11 миллиардов — это то, что продают мобильные операторы, у Google есть свои телефоны, и если они будут делать вот такую интеграцию, вот это может быть путь хорошей монетизации конкретно для этого проекта, путь, который более прозрачный, что ли, чем для Яндекс.Музыки. Наташа, ты прости, я позволю себе усомниться в том, что ты говоришь, потому что, на мой взгляд, вот эта вот история введения этой музыки здесь, во-первых, Google выходит крайней. То есть все мы понимаем, что уже был iTunes, уже есть там Яндекс.Музыка, в общем, все эти истории давно существуют. Он вышел крайней на рынок. Вторая вещь, я, насколько я понимаю, ты говорил о каких-то цифрах, просто когда ты имел отношение к мобильному контенту, поэтому периодически просматриваю эту историю. По-моему, это был отчет Джеймсон и Партнерс, и они как раз говорили о том, что мы подросли достаточно хорошо по сравнению с 2010-м годом к 2012-му, но я убежден, это абсолютно не те цифры, это абсолютно не та скорость, которая была бы интересна Google ради денег. Мне кажется, это сделано просто потому, что было уже больше нельзя не делать. Не случайно же вместе с нами они просто захватили и Россию, выкатив большое обновление на всю Европу. По-моему, даже мне кто-то из ребят рассказал, что в Казахстане раньше, чем у нас, на Google Play была возможность скачивать музыку, вполне себе официально и прочее. Поэтому, мне кажется, все здесь так вот не очень здорово, и на нас так, ну, заодно обратили внимание. Дело в том, что это, несомненно, задело на будущее. По счастью, Google, как огромная корпорация, имеет возможность инвестировать в те направления, которые сегодня, а может быть завтра и послезавтра, еще денег не принесут. Но действительно, права Наталья, можно называть это вселенной, если хочешь, виртуальной вселенной, можно называть это пространство некоторое, из которого просто не надо выходить. Инфраструктура, иные слова. Но вот то пространство, которое создает каждая большая глобальная корпорация, сегодня должно быть оснащено n-ным количеством совершенно определенных направлений и подразделов. Просто матразделов должно быть обязательно. А какая скорость, какая глубина использования, да, какое количество процентов, это не важно. На сегодня так принципиально. То есть глобальная корпорация, Apple, Google, Microsoft, они претендует на то, чтобы полностью охватить своими нежными руками спрута все виртуальные потребности пользователя, причем желательно еще выходя и в невиртуальные, в оффлайн-потребности, как-то в них присутствуя, там, закрывая какие-то нужды, которые можно оцифровать. Коллеги, я готов поменять свою точку зрения на вашу, она более оптимистична, и вместе с вами буду радужно смотреть в будущее. Нас инвестируют в надежде, что все будет хорошо. А то есть у тебя точка зрения была, если я сейчас правильно понял, такая, то, что они так по остаточному признаку, типа, ну, абсолютно верно. Я именно так и думаю, что, ну, ладно, так и быть, уже заодно там с 20 странами прицепим еще и Россию, что-то выложим на нее. Сегодня три игрока на рынке музыкального контента. Яндекс.Музыка, iTunes и теперь Google Play со своей музыкой. Как вы думаете, какая перспектива развития их взаимодействия, конкуренции, непримиримой дружбы? У Google Play есть интересная фишка, возможность создания своего радио. Вот это для аудитории, которая сидит на андроидах, в которой очень часто молодая аудитория. Возможность выразиться через создание своей радиостанции, это вот момент, который может создать определенную вирусность, потому что для того, чтобы тебя слушали, тебе нужно пригласить туда людей. Возможности. Вот это вот прямо интересно. Это можно посадить на, ну так, предположительно, посадить на шину в социальной сети, которую они все пытаются растолкать. Google+, этот многострадальный. И кажется, все вот, это тоже такая тема, кажется, они настолько последовательны в этом, что в итоге растолкают. Друзья мои, мне кажется, что я сегодня какой-то просто полюс скептицизма в общем-то всей этой истории. Ты знаешь, что с этим делать. Ничего, мы на позитиве, поэтому давай, будь противовесным. Мне кажется, все очень просто. У кого будет больше устройств, тот и выиграет. И все здесь, ну, как бы, вполне понятно. И с учетом текущей динамики тенденции, вы знаете, я, опять-таки, повторюсь, будучи приверженством яблочных устройств и всего остального, пожалуй, поставил бы на андроид. В Твиттере мы спросили, какова есть перспектива Google Play, музыка в России с точки зрения бизнеса, и почему? Один из ответов такой. Никаких. В Твиттере с Максим Спиридонов мы проводим трансляцию, задаем вопросы. Если что, подходите, подписывайтесь, отвечайте на он. И на этом закончим это обсуждение. Впереди нас ждет рассказ о новой технологии Яндекс, ли они, которые, возможно, скажутся на каждом из нас. Снова доброе утро, друзья. Программа Ронет сегодня от 7 октября до 2014 года, 99.6 в Москве, либо финам.фм в онлайне. Меня зовут Максим Спиридонов, эксперта выпуска Натальи Одегова, основатель онлайн-тренинг-центра onedayonestep.ru и Андрей Смурыгов, гендиректор компании InGate Development. Коллеги, перед следующей новостью, снова так вот, желая создать контекст для ее озвучания для наших слушателей, есть повод задать гамлетовский вопрос Ронета. Каковы перспективы имеет конкуренция российского лира поискового рынка Яндекса и мирового гегемона Google? Начинает ли Яндекс терять позиции, как порой начинают поговаривать, причем там чуть ли не раз в год, уже несколько лет. Вот, Яндекс, похоже, уже не тот и все. Вот-вот начнет падение. Долго ли будет держать он лидерство? Как будет развиваться их пикировка в будущем? Твое мнение, Андрей? Я, наверное, не возьмусь предсказывать и однозначно говорить, кто победит. Потому что здесь очень интересная ситуация складывается. Ну, понятно, что на стороне Google ресурсы, на стороне Google какой-то определенный опыт, стандарты. И, конечно, тяжело держать такой оплот, островок, наверное, такой вот особой самобытности русской в виде Яндекса. Но, на мой взгляд, на текущий момент та команда, которая у нас есть, слава богу, в Яндексе, те какие-то основы, те принципы, которые заложил там Илюша Сигалович изначально, те вещи, которые сейчас есть на уровне инновации, на уровне, не знаю, внедрения и промо, они все-таки заставляют верить и надеяться. Лично меня заставляют надеяться в то, что все будет хорошо, правильно, все будет по-нашему, по-самобытному. В твоих словах звучит то, что является еще одной активной подпиткой Яндекса в Рунете, это то, что Яндекс это такой еще предмет национальной гордости на сегодня. Ты знаешь, я горжусь, я честно тебе скажу, для меня это очень серьезный показатель, что мы чуть ли не единственные, сейчас пока молчим про китайцев, ну там, наверное, понятная отдельная история, скорее даже политическая, что мы единственные, кто остается фортпостом и в принципе на равных не просто конкурируем, мы конкурируем по-настоящему с точки зрения качественной ценности, которую поисковик дает своим клиентам. Ну, в соответствии ради, есть, по-моему, четыре зоны языковых, где свои лидеры в поисковом сегменте, то есть не Google лидирует, это Корея, Южная, разумеется. Я думаю, в Северной тоже не Google лидирует, поэтому. Ну, предположительно, да, мало кто знает. Значит, Корея, Китай действительно, где есть свои причины и протекция государства для национальной поисковой системы, это честно выигравший в бою Яндекс, совершенно честно, которого никто не поддерживал здесь, и Сезам все еще в Чехии также кажется чуть лучше Google, хотя там позиции, насколько я знаю, все слабее. Вот. Кстати говоря, то, что ты сказал, мне заставило подумать о том, что когда вдруг Яндекс.Сид начнет сдавать и там, не дай бог, случится технологически организационные какие-то провалы, у него останется последний козырь, который можно будет выложить в пиар-компании, вот именно в духе того, что... Поиск для своих. Патриоты за Яндекс. Наташ, твое мнение, как будет развиваться противостояние Яндекс.Гугл? Ну, мне кажется, здесь есть только один фактор, который может серьезно влиять, это как раз распространение мобильных устройств на платформе Андроида, потому что у них встроенный поиск Гугла, но тем не менее, несмотря на то, что у меня есть такое устройство, мой пользовательский опыт, я захожу в интернет и набираю Яндекс, и пользуюсь там Яндекс.Почтой, скачиваю приложение. Я не вижу никаких вот таких вот серьезных промо или серьезных шагов Гугла, которые бы могли отвоевывать аудиторию. Вот я не замечаю. То есть ты говоришь о том, что не Гугл победит, а Яндекс может проиграть. Ты об этом? Я говорю про то, что Гугл для меня, как для пользователя, для моей вот аудитории, он не делает ничего такого, чтобы заметно отвоевывать, для того, чтобы привлечь меня как пользователя или привлечь кого-то еще, кроме того, что продается все больше мобильных устройств, в которых встроен этот поиск. Может, это потому, что точно такое же отношение к нам с точки зрения аудитории, как и в отношении музыки, мы с вами недавно говорили. Может быть, это и хорошо. Де-факто, да, это похоже на то, потому что сегодняшний руководитель Гугла практически незаметен. Ну, в общем, в сравнении с Долговым, наверное, как-то так. Кажется, госпожа Соловьева, я даже фамилию, боюсь, соврать могу назвать неправильно, потому что полгода она рулит Google Россия после ухода Владимира Долгова, и, ну, никаких, в общем, особых известий оттуда я не слышу. Фамилия ее не повторяется никак. Это может быть и хорошо. А может быть вопрос техполномочий, решений, которые даны либо не даны, поэтому здесь тоже, может быть, зависит это дело все не от человека. Похоже на то, что просто Google стал таким подразделением с корпоративным менеджером, берущим под козырек при необходимости. Знаете, друзья, у меня недавно был очень интересный такой, ну, спор, не спор, не знаю, разговор с моим начальником отдела проектирования, парень у тебя такой продвинутый, интересный у нас Никита. И он мне доказывал о том, что ты знаешь, Андрей, вот сейчас тенденции вот этой вот глобализации, они заканчиваются. То есть вот эта вот вся история связана с тем, чтобы как у всех типовые массово охватные и так далее, все, они прекращаются. Отсюда такой рост всяких там предпочтений, сделанных руками, индивидуальных вещей, вещей, которые конкретно под себя, настройки и тому подобное. В общем, такой интересный был разговор. И в этом отношении мне думается, что если действительно существует некий тренд в отношении нишевизации, а трассливизации там региональных, может быть, каких-то привязок, я думаю и надеюсь, что у нашей поисковика, у Яндекса очень серьезные шансы на лидерство в будущем. Сейчас о новой технологии, способной проникнуть глубоко в ДНК Рунета и дополнительно пропитать их духом Яндекса. Корпорация Яндекс предоставила технологическую платформу Атом, которая дает возможность сайтом изменять содержание своих страниц под каждого конкретного пользователя. Инструмент работает на основе данных, анализа поисковых запросов и сетевой активности человека, попадающего на сайт. На данный момент Атом действует в режиме закрытого тестирования. Атом был представлен на конференции Yet Another Conference. Это технология, которая в первую очередь подходит для сайтов турагентств, для интернет-магазинов. Пользователь, заходя на сайт, будет сразу видеть услуги и товары, которые, согласно расчетам Яндекса, должны будут его заинтересовать. То есть Яндекс будет анализировать поведение пользователя внутри себя и таким образом реплицировать, передавать эту информацию через программный интерфейс с сайту магазина или с сайту турагентства. Почему-то перестал работать микрофон у Андрея. У меня работает. Да. Друзья мои, я вернулся, я с вами. Всем привет еще раз. Мне думается, скорее всего, это будет некий профиль поведенческих факторов, которые могут передавать в отношении аудитории соответственно Яндекс через какие-то автоматические протоколы или что-то подобное. Мне думается, это очень похоже на всю ту историю, которая там еще полгода назад очень активно обсуждалась. В частности, вот мы были на тех раньше, там с моими коллегами встречались, разговаривали о перспективах именно РТБ у нас здесь в России. И мы прекрасно тогда пришли к какому-то очень интересному выводу, что всерьез эту историю можно сделать только в случае, если у тебя есть достаточно значимая база вот этих вот поведенческих характеристик и профилей, да, по достаточно большой и, самое главное, актуальной аудитории. Ну, то есть, мало просто, допустим, договориться и взять какой-нибудь слепок на некий период времени. Мы же понимаем, да, что знания о там 100 тысячах человек, которые искали холодильник, уже через неделю не очень актуальны. Бессмысленно показывать, если у них была острая проблема в холодильнике, эту рекламу тогда. Они уже, скорее всего, ее купили. Важно, чтобы она была актуальна. Поэтому рабочесть А, Б, актуальна и насколько для всех действительно веб-мастеров Яндекс будет готов делиться этой информацией. В частности, вот прежняя история в отношении РТБ, на мой взгляд, показала, что это не так просто получить доступ, получить информацию. У нас есть комментарий изнутри. На связи Антон Забанных, руководитель направления персональных сервисов Яндекса. Антон, слышите нас? Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Антон. Ваш комментарий. Для чего запущен Атом? Можно ли простой пример использования для нас слушателей? Мы запустили его, потому что считаем, что это хороший шаг, который будет улучшать интернет. Делать его более контекстным, персональным, удобным для пользователей. То есть, это очередной вклад Яндекса в развитие экосистемы в целом. А дальше посмотрим, что из этого получится. Но вряд ли это просто такая ваша некоммерческая инициатива. То есть, в этом есть своя логика и с точки зрения развития проекта как такового, в том числе как бизнеса? Безусловно. Но, знаете, мы в Яндексе привыкли сначала делать хороший популярный продукт, а потом сочинять прайс-лист для него. И в этом смысле сейчас говорить о каких-то условиях использования еще преждевременно. Хорошо, но можно простой пример использования того, как это будет работать для обычного пользователя? Для обычного пользователя... Вообще, у нас несколько сценариев, но самый понятный, самый простой, наверное, следующее. Вот есть у вас интернет-магазин, который торгует, ну, например, товарами для животных. И благодаря Атому, благодаря нашим знаниям о том, как аудитория себя ведет, мы сможем нового пользователя, про которого вы, как владелец сайта, не знаете вообще ничего, помогать вам сформировать гипотезу, какие товары этому человеку нужны больше всего. Ну, он очень похоже, что ведет себя как типовой владелец канареек. Давайте ему покажем корм для канареек в первую очередь, а потом уже корм для собак. И в идеале обычный человек, он даже, ну, не обнаружит, что что-то специальное случилось. Он просто будет видеть более удобный, более контекстный контент. Антон, позвольте, задам вопрос. Андрей Смургонов, компания Ингит. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что некой основой под всю эту историю будет являться крипто? Плюс-минус. Извините, я не дослышал. Да-да-да, продолжайте. Плюс-минус. Ну, то есть, на самом деле, это объединение из кучи различных технологий и решений, которые мы внутри имеем. Это и крипто, это очень многое из метрики, это очень многое из поиска, то, что, собственно, позволит нам быстро агрегировать эти данные и сравнивать поведение групп людей. Крипто, я извиняюсь, что внедряюсь, извиняюсь, Антон. А крипто, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь, а то мы сейчас уйдем в разговор, это технология Яндекса, которая? Крипто, это технология Яндекса, которая позволяет выдвигать гипотезы о том, ну, как бы сказать, о том, к какой группе относится пользователь. Очень этот пользователь похож на путешественника по его поведению в интернете. Понятно. Продолжим разговор, Андрей, позвольте, я снова возьму инициативу. На ваш взгляд, Антон, насколько будет затребована эта технология, какие прогнозы по ее внедрению, какие ожидания? После анонса, который состоялся у нас на нашей конференции ЯК в среду, мы уже получили, ну, наверное, сотни различных вопросов, фидбэка и так далее. Очевидно, что использование подобных решений, адаптация сервисов под нужды каждого конкретного пользователя, она значительно увеличивает, скажем так, вероятность продажи, вообще эффективность любого интернет-сервиса. Страница, которая подготовлена индивидуально под пользователя, с большей вероятностью продаст. Пользователь глупо с ней будет взаимодействовать и вообще наступает полное счастье. Поэтому, ну, мы понимаем, что это будет крайне востребовано. В этом не возникает даже никаких сомнений. Другой вопрос. Вероятно, просто мало времени, поэтому несколько подгоняю темп. Вероятно, какие-то показатели, какие-то ну, хотя бы видения ставились в момент проектирования, в момент внедрения этой технологии. То есть, когда это принималось на уровне руководства, вы собирались, чтобы что? Мы привыкли и любим делать сервисы, которые становятся частью инфраструктуры интернета. И, ну, у нас масса примеров таковых. И это, по сути, сервис, который должен стать еще одним кирпичом, который стоит в базисе многих интернет-сервисов. Насколько глубоко предполагается это проникнуть в Рунет? Там, не знаю, может быть, какой-то охват планировали? Ну, просто представьте нашим слушателям, которые... Есть хотя бы какие-то ближайшие цели, может быть, там, допустим, к зиме... Смотрите, объясню ближайшие цели. Нету какой-то даты релиза, что вот 20 ноября появляется Атом, все ходят вот в такой вот API и начинают чем-то пользоваться. Есть сейчас эксперименты, масса порталами с крупными интернет-сервисами, с которыми мы видим, что им это сильно улучшит положение. Они станут более повернутыми к пользователю. И в зависимости от результатов этих экспериментов мы поймем следующие шаги. В зависимости от того, какой фидбэк будут давать нам пользователи, как они хотели бы использовать Атом, мы будем видеть следующие шаги, проектировать, чего-то менять. В этом смысле это очень... Понятно. Спасибо большое, Антон. Задите, пожалуйста, время заканчивается, к сожалению. Это был комментарий Антона Забанна, руководитель направления персональных сервисов Яндекса. В общем, если коротко, Яндекс закладывает еще одну косточку в инфраструктуру скелет Рунета, в ДНК Рунета, для того, чтобы закрепиться в нем основательно. Логично, с точки зрения всего того, что делалось и прежде. Время закончилось, впереди у нас еще один блок программы, еще один новостной сюжет, весьма себе. Интересно, речь пойдет о конфликте вокруг ВКонтакте. Не переключайтесь. Между тем, продолжаем расставлять акценты в программе Рунет сегодня, рассказывая о главных событиях онлайна, как в глобальной сети, так и в Рунете. На очередь у нас очередной и, как нам кажется, весьма интересной темой для обсуждения. Но до этого скажу, что эта программа от 7 октября до 2014 года. Говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте, рекомендую подписываться на подкаст всем тем, кто этого не сделал прежде. И тогда не пропускать ни одного эпизода программы. Быть всегда в курсе и в контексте происходящего в цифровом пространстве. Звучим на 99.6 в Москве сейчас в прямом эфире, но также можно нас послушать онлайн на finam.fm, если вы находитесь вне столицы. Меня зовут Максим Спридонов, эксперт выпуска Андрей Смурыгов, гендиректор компании Ingate Development, Наталья Одегова, основатель онлайн-тренинг-центра onedayonestep.ru Коллеги, чтобы нарисовать контекст для следующей новости, ваше мнение, насколько эффективно происходит развитие социальной сети ВКонтакте последние год-два с точки зрения бизнеса, охвата аудитории, появления новых сервисов, Андрей, твое мнение? Я не берусь сейчас однозначно судить, там, знаете, рассказать им какие-то тенденции, выложить графики и прочее. К сожалению, просто здесь, наверное, я не подготовлен, не могу это рассказать. У меня есть субъективное некое ощущение с точки зрения того, как я смотрю на это со стороны, в том числе, как когда-то там активные пользователи, сейчас менее. Я не вижу каких-то, знаете, прорывных инноваций или каких-то вещей, которые однозначно позволяли бы судить о том, что ВКонтакте, да, безусловно, сделал какие-то там грандиозные шаги, внедрил какие-то там технологии или заложил некий фундамент настолько основной серьезный на будущее, который точно позволит им уверенно держать лидерство как в отношении одноклассников, вот, пожалуй, единственное соревнование, которое за некий этот период, на мой взгляд, он выиграл, так и в отношении сейчас агрессивного игрока в Facebook. Я как его активный пользователь, наверное, смотрю и вижу эту ситуацию именно так. Твое мнение, Наталья? Ну, я могу сказать так. Я приглашала на вебинар Александра Круглова 5 февраля. И 5 февраля он рассказывал про нововведение ВКонтакте биржу постов. О том, что это нужно делать, было понятно еще в прошлом году. Они анонсировали это на начало лета, у нас октябрь. И вот эти вещи, они говорят о том, что-то происходит не совсем то, если настолько срываются сроки, Не сбываются анонсы, видимо, есть какие-то... Мы, скорее всего, догадываемся о том, какие есть внутренние проблемы, которые к этому приводят. Об этом, собственно, и будем говорить. Сейчас о том, что может сильно повлиять на будущее самой популярной сети, а, самой популярной соцсети Рунета ВКонтакте. Создатель соцсети ВКонтакте Павел Дуров сообщил об угрозах со стороны крупнейшего акционера сервиса фонда United Capital Partners. По словам Дурова, вмешательство фонда в работу ВКонтакте может привести к уходу из компаний ведущих программистов. В ответ партнер фонда Юрий Кочура заявил, что не исключает возможности замены Павла Дурова на посту гендиректора ВКонтакте. Позже пресс-служба United Capital Partners опровергла этот комментарий, сообщив, что фонд не планирует добиваться отставки основателей соцсети. Такое ощущение, что они, каждый по-своему играют в свою игру, причем Павел-то, похоже, играет всерьез, то есть он что говорит, то думает, что думает, то говорит. Вот ребят с стороны United Capital Partners, мне так кажется, что они немножко как кошка с мышкой с ним, то есть они так в его игру подыгрывают, но при этом готовят площадку для того, чтобы иметь возможность если что, его с постаты снять. И не первый сигнал такой заставляет об этом задуматься всерьез. Не находишь, Андрей? Ты знаешь, я как-то так думал на эту ситуацию, с стороны смотрел, мне думается, что здесь ситуация она чуть-чуть интереснее может быть, предположу, рискну это сделать. Я не очень верю в то, что в интернете у нас появляются какие-то деньги из мне. Ну, знаете, кто-то взял и влил там нефтяные, да, какие-то деньги, Mail.ru Group, Яндекс, ну, в общем, есть некие такие базовые платформы, которые... Появляются деньги из нефти тоже, из газа, я знаю, как и фонд. Они могут приходить, да, безусловно, но сейчас на таком уровне, чтобы взять и сколько там, 48, да, по-моему, процентов выкупить у частных акционеров ВКонтакта, ну, на мой взгляд, какой-то очень смелый шаг. 48, да. Если мне память, или 38, я сейчас боюсь. 48 процентов, если не ошибаюсь, выкупил United Capital Partners в апреле. Мне думается, может быть, я рискну предположить, что это может быть такая, знаете, очень интересная и тонкая игра со стороны Mail.ru Group. То есть, вспомним еще полгода, год назад, вот эти постоянные истории в отношении там переписок публичных в точно таком же формате со стороны Павла с Гришиным на тему того, какова там внутренняя культура в Mail.ru, соответственно, как нам решаются какие-то вопросы, как они относятся. И те же самые, если мы с вами вспомним или перечитаем вот эти вот статьи, заголовки там годовой давности, например, и примерно, я сейчас боюсь ошибиться по срокам, истории все те же самые. Акционеры недовольны форматом управления, конкретно руководителем, руководитель не отвечает на какие-то вопросы, есть какие-то перепалки, стычки на эту тему. Смотрим теперь с другой стороны. Необходимо выходить на IPO, да? Абеляция, опять-таки, проект My.com планируется к выводу вперед и прочее. Очень важно сейчас попробовать всех этих апологетов и фан-клуб Дурова переключить на какую-то другую историю. Ну, точно с Mail.ru переключить внимание, чтобы не было вот этого негативного внимания. И здесь внезапно появляются какие-то товарищи, которые United Capital Partners, у которых образуются какие-то существенные возможности, и самое главное, не только финансовые. Ну, все же мы с вами понимаем, да? И видим это по проявлениям того, каким образом идет воздействие на конкретно Павла Человек, похожий на Павла Дурова, вот эта вся история. На мой взгляд, просто так это все не происходит. Вполне возможно, что это некая интрига со стороны, не знаю, одного из основных владельцев, например, Mail.ru Group, к тому, чтобы попробовать сместить акцент негатива и вот этого негативной пиар-войны, если хотите, на других людей. То есть мы вышли, по большому счету, на Алишера Усманова? Это да, это возможно, я повторюсь, да? Вот я так думаю, ему было бы это выгодно. Плюс он хороший такой товарищ, который взял и передал хорошему Паше, которого так любит Руна и прочее, в доверительное управление, соответственно, своей акции. Шаг, шаг, демонстрация. А третий, он переключается на нового своего актива, вот эту вот постоянную войну и показывает, что ты знаешь, Павел, раньше-то все не так было плохо, ну, вспомни, ну, вы, конечно, ругались, да, с нашими, вопросов нет. Ну, так вот, какие же бывают истории, ты понимаешь? Ребят, повторюсь, это может быть я ошибаюсь, но на мой взгляд, я бы всегда задавал себе вопрос, кому это выгодно, согласись. Красивая теория. Мне думается, выгодно ему. То есть вот это вот негодование, которое отчасти транслировалось со стороны Усманова, о том, что какие-то люди купили акции, не спросив его, оно, в общем, в итоге могло бы быть несколько показным. И в итоге они работают на, в том числе, его интересы. Я не утверждаю, но... Он хороший полицейский, а они плохие. Я этого не утверждаю, но я бы этого не исключал. Очень такая типовая и тонкая игра. Красиво. Анталия, твое мнение. Как бы, что там происходит, сколько серьезное происходящее, крова судьба, место гендиректора, насколько сильны позиции господина Дурова? Ну, то, что действительно в Рунете, в интервью Юрия Качура, который из United Capital Partners, говорит о том, что мы рассматриваем возможные смены гендиректора такими словами, просто так не бросаются. Это первое. А второе, известно, что Павел Дуров начал заниматься своими проектами. И тоже была информация, что какие-то программисты из ВКонтакте уходят в эти его новые проекты. Он-то отрицает. Он это отрицает, но хорошо. Сам факт, что у него появляются свои новые проекты. Он понимает, что может случиться отставка. И он готовит аэродромы. И это тоже очень о многом говорит. Давайте будем откровенны, друзья. Наверное, ни одному из совладельцев или акционеров не понравится, когда ваш управляющий, неважно, управляющий это партнер или там нанятый гендиректор, занимается в этой же отрасли по сути созданием похожей истории. Наверное, я бы к этому относился крайне негативно, если бы узнал. Потому что мы же все с вами понимаем, есть конфликт интересов. Если он в одном человеке, если человек принимает решение по ресурсам, велик соблазн. Даже если там Павел этого не делает, все равно я не хочу допускать даже в голове этого конфликта интересов. На мой взгляд, здесь в случае, если нет никаких интриг и прочее, конечно же, можно понять претензии United Partners. Более того, вот это вот создание, собственно, все крутится вокруг создания мессенджера Telegram. То есть я дам справку для тех, кто вдруг не в курсе, что в августе 2019 года Дуров запустил мессенджер Telegram, созданный на деньги фонда Digital Fortress. Причем фонд, как выяснилось, полностью финансируется им. То есть, хотя как бы организация независимая, но при этом полностью от него зависящая. Павел, по-моему, даже признал, что это он там дал деньги на его создание. Если память не изменяет, это считал как-то. Это, собственно, вызвало вопросы у крупнейшего акционера ВКонтакте United Capital Partners, который пытался понять, не работает ли над мессенджером кто-либо из программистов в соцсети. Возможно, делать неделикатно, возможно, сознательно неделикатно для того, чтобы показать собственное недовольство происходящим. Вот. Претензии страны акционеров, по словам господина Дурова, вызывают нервозную атмосферу в коллективе. Действительно, расколбас идет такой, который, ну, нездорово сказывается на всем, однако страна акционеров совершенно понятна. Страна господина Дурова, ну, тут можно, мне кажется, спорить, потому что, действительно, его действия не очень дружелюбны по отношению к интересам. Мы с вами не знаем по форме, как это выглядит. Конечно, форма может определять и текущую реакцию как Павла, так, быть может, и новых акционеров. Но, тем не менее, на мой взгляд, с точки зрения самой сути, ну, безусловно, здесь это вполне, я так думаю, обоснованные претензии со стороны совладельцев. Ну, да, то есть, де-факто, молодой человек, амбициозный, молодой человек, как он является компаниент Дуров, действительно, похоже, может быть, даже не отдавая себе отчет, стал готовить запасной аэродром в формате нового международного проекта. Видно, что он им увлечен, поскольку он его комментирует в личной социальной сети. Отрицательный, кстати, манифест, заявление, в виде пресс-релиза был, мне очень понравился. Да, ОЧГеваровский, да? Есть такое, да. Роль эволюционера господину Дурову очень импонирует, это факт. Вот. Ну, в общем, и что делать? Делать, что нужно в итоге, как вы думаете, акционерам, как быть Дурову? Давайте пробуем с нашей колокольни дать им какие-то рекомендации. Ну, с моей точки зрения, Дурову, мне кажется, надо отпустить. Отпустить ВКонтакте, потому что, если уже не сложились отношения, и они не сложились настолько, что они так мешают бизнесу, я бы вот отпустила, как выросшего ребенка, который имеет право жениться не на том, поступить не в тот институт, и заняться новым проектом на 100%, не получая никаких претензий от тех людей, которые сейчас имеют контрольный пакет в ВКонтакте. Как сложно было бы это сделать? Очень сложно. Отпуская детей, очень сложно. Вот ВКонтакте настолько эмоциональный ребенок, Дурова, можно так сказать. Но то, что происходит сейчас, сильно тормозит. И, пожалуй, это был бы выход с моей точки зрения. То есть, какой-то наемный руководитель приходит и ставится во главе. Как это случилось с одноклассниками в итоге? Возможно. Возможно, даже если бы Дуров сказал, вот этот человек, который будет управлять, я ему доверяю, а я начинаю заниматься своем новым проектом, это могло бы быть красиво. У нас буквально 25 секунд. Андрей, есть пара слов на этот счет? Мне кажется, очень многое зависит от формата. То есть, то, что необходимо каким-то образом разводить Дурова и ВКонтакт для выгоды акционеров, наверное, очевидно. Возможно, да. Возможно, под это все и готовится. Увы, надо заканчивать. Внимание именно на форуме. Это была программа «Ранать сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте наш дайджест новостей главных событий онлайна каждый понедельник. Обязательно подпишитесь на подкаст «Ранать сегодня». На этом все. Пока. Всем удачи. Удачи.